Салем, дорогие друзья! Салем, и ты, мой казах-офицированный друг! Салем, Азамат! Как дела? Баржахсантон! Друзья, не удивляйтесь, просто мы отрепетировали эту сцену. Ну что, продолжишь учить меня моему родному языку? Пожалуй, продолжу, ведь тебе ещё нужно много чего узнать. И сегодня ты познакомишься с новым, не самым лёгким ключом в казахском языке. Вот скажи мне, ты знаешь такое слово, как хана? Ну, конечно, мы же часто его употребляем, но всё, тебе х... И зачем я, собственно, спросил? И так понятно, что это ты слово знаешь. Вот только его можно использовать и в культурной речи. А, серьёзно? Мне уже интересно, давай начинать. Об этом я тебе расскажу чуть позже, обещаю. А для начала мы повторим пройденный на прошлой программе материал. Ну, давай! Какие буквы есть в казахском языке? Ну, это как дважды два, Антон. В казахском языке есть твёрдые и мягкие буквы. Ну, раз ты такой казах, вот для тебя задачка. Задачка. Расставь-ка буквы на экране в нужные ряды. Так, ну... О, Э, Э, Г, У, И, К, И, Х, И, А, К, Г, О, Е. Ха! Ну всё, Антоха, готовь кувырындык. Жарясь на замат. Молодец. Это тебе. Ну, что там насчёт того, что ты мне обещал? Ну, короче, там, эту, квартиру двум иностранцам сдали. Сейчас пока подожди там недельку, ладно? Ты не понял, я тебе про второй ключ говорю. Да нет, там оба ключа отдали просто, реально. Да, я про правила тебе говорю, Антоха. А, типа, чай, чай, брат, выручай. Я тоже могу с тобой у твоей тёщи пожить. Вдвоём-то оно как бы полегче. Зачем ты это сейчас всё в эфир говоришь? Я тебе говорю про казахский язык и про хану в частности, ну? А, это обещание. Извини, Антоха, я сейчас расскажу тебе о втором ключе. Итак, формула, значит, записывай, ну или запоминай. Слово плюс хана равно заведение. То есть, мектеп хана – это школа, университет хана – это университет, а мухалим хана – это учительская? Нет, Азамат, есть определённые слова, к которым и добавляется этот ключ. Вот смотри, чай – это по-казахски чай. Но если к нему добавить ключ хана, то это уже будет чай-хана – чайная. Тоже будет со словом миирам – праздник. Если же добавить к нему хана, то получится миирам-хана – ресторан. Ну, это не сильно понятно. Давай как-нибудь на примере этого подкрепим. А ты, ты знаешь, ты читаешь мои мысли. Я подготовил для тебя несколько фотографий, смотря на которые ты должен назвать заведение. Конечно же, используя только что пройденный ключ хана. Вот это книги, значит, кэтап. А если вспомнить формулу, то есть это кэтап-хана – библиотека. Правильно, продолжим. О, тут будет ауру-хана, тут будет ас-хана, а тут дары-хана. И это, по-твоему, называется задание? Ну хорошо, тогда вот это. А здесь, походу, какая-то головоломка. Так, надо подумать. Что я здесь вижу? Парень стильно одет, со вкусом. Так, вкус переводится как дэм. Прибавляем хана, дэм-хана, а дэм-хана – это кафе. Ух ты, какое у тебя абстрактное мышление. Логику хорошо, наверное, развивал в школе, а? Да, никогда я не любил вот эти табуретки делать, подтягиваться, через козла прыгать. Нет, нет, Азамат, логика – это другое. Да? Ну ладно, ты там не заморачивайся, ладно? Слушай, оказывается, ключ хана не такая уж хана, как я думал, но всё же он важен. В казахском языке нет ненужных правил. Главное, в сегодняшнем уроке нужно запомнить слова, с которыми можно употреблять данный ключ. Это Азхана, Тойхана, Дарисхана, Перзинтхана, Мейрамхана, Жатакхана, Шайхана, Кытабхана, Дарихана, Емхана, Дамхана, Щеберхана, Аурухана, Ажитхана. Вообще, казахи молодцы. Из названия заведения вам нужно запомнить только несколько первых букв, а конец всегда один – хана. В хорошем смысле этого слова. На казахском языке, в принципе, разговаривать вообще очень удобно, а для тебя и патриотично. Сегодня, друзья, мы вам расскажем о такой традиции, как Сюндет-Той. Подожди, а что за обряд-то ещё? Ну, это когда мальчику делают, ну... А, ну, пштергер, что ли? Ну, так бы и сказал, апшюбешки они, апшюбешки. Этот обряд, друзья, впервые появился в арабских странах, а затем распространялся по всем мусульманским народам. Согласно вероисповеданию, сыновьям обязательно делали обряд обрезания. И по этому поводу устраивались Сюндет-Той. Обрезание делалось, когда мальчики находились в нечётном возрасте – 3, 5 или 7 лет. Прежде чем приступить к этому обряду, ребёнка одевали в лучшую одежду и сажали верхом на коня. Затем на переднике его седла или круп лошади подвешивали хоржин с яствами, после чего кто-то из взрослых, взяв за узду коня, отправлялся к родственникам. Мальчика везде встречались радостью, угостившись из хоржина, привязывали к его одежде, гриве, шее, хвосту, а также снаряжению коня, куски материи и яркие ленточки. По возвращению мальчику Мула делал обрезание. Родные, поздравляя мальчика, давали ему деньги, дарили различные ценные вещи или скот. Перед обрезанием мальчику окончательно состригали Айдар. После совершения обряда ребёнок становился не просто членом религиозной общины, но и переходил в следующую возрастную группу. В современной культуре почти 100% мальчиков из мусульманских семей проходят через обрезание. В современном мире сама техника процедуры изменилась. Теперь это чаще всего делают в больнице с использованием обезболивающих. Сохранился традиционный, связанный с этим событием, сундеттой. Праздник, на который приглашаются родственники, близкие люди, и дают благословение виновнику торжества, и также дарят ему подарки. Сундеттой считается важным и радостным событием в жизни мальчика. Не скажи, многие мальчишки сейчас с тобой навряд ли согласятся. На сегодня это всё. Увидимся в следующий раз. Не забывайте учить казахский язык.